По содержанию довольно большой, по времени малый. Нужно вместить как-то в оставшиеся, по-моему, две или три лекции. Я, по-моему, останусь, постраду. Так вот я, как бы, кончил Платона в прошлый раз, но он все равно будет у нас мелькать и дальше, без него как без рук в греческой философии. И поэтому я не прямо сейчас начну вам излагать Аристотеля, а какие-то сквозные темы попытаюсь выявить, так, чтобы потом уже систематическая философия Аристотеля, наложившись на эти выявленные темы, приобрела бы хоть какую-то понятность. То есть дала бы нам возможность, нам это, силами своему ума, помыслить. И в том смысле помыслить силами ума, что вот мы не такие умные, как Аристотель, и перед нами какая-то формула написана им, которую трудно понять просто потому, что он был очень умный, мы совсем идиоты. А даже будучи идиотами мы все-таки можем понять лишь то, что может стать возможностью нашего мышления. Мы можем это помыслить. Вот это простое, но фундаментальное правило чтение историко-философских текстов. К сожалению, оно редко выполняется. И читателям редко выполняется, и комментаторам редко выполняется. Комментарь, например, вам расскажет, что источник учил об интеллектиях. Это можно запомнить, но понять этого нельзя. Хотя все слова понятны. Почему нельзя понять? Потому что мы этого не можем помыслить. И нам кажется, что эта мысль у вас когда-то просто вот есть некое сведение, которое почему-то полезно запомнить. Смысла оно для нас не имеет. Так же, как смысла для нас не имеет учение Декарта о врожденных истинах. Но ведь умные, мы знаем, что истины не могут быть врождены. А Декарт почему-то считал, что они врождены. Поэтому если мы просто знаем, что Декарт, учение Декарта содержало учение об врожденных истинах, то мы не знаем того, что знаем. Потому что мы знаем учение Декарта о врожденных истинах только в той мере, в какой мы можем помыслить, что это можно сказать. Так вот, то же самое относится к Интелехии и проблемам актуальности Аристотеля, проблемам потенциальности Аристотеля, проблемам формы Аристотеля, проблемам идеи Аристотеля и так далее. Все это мы должны попытаться как-то помыслить. сделать, сделаем так, чтобы постепенно подойти к этой нашей способности помыслить, вернее постепенно нарастить нашу способность помыслить. Поэтому для начала мне придется ввести частично на том материале, который я уже привозил, ввести проблему, которую, условно, можно назвать проблемой дискретности. Относится ли этот термин к миру, ну, скажем, в мире можно говорить, атомы, как увидели в античности, или относится это к мышлению, в котором тоже можно увидеть атомы, как их увидел, например, Платон. Правда, в данном случае, в последнем случае, он атомами называл души. Только в очень странном таком контексте. Я предупреждал вас, что без Платона мне не обойтись, хотя, казалось бы, мы его кончили. А контекст был такой, в котором эта мысль Платонушка вдруг выдохнула. Мысль, условно, назовем ее атомистической. Хотя, повторяю, я пока атомизм не имею в виду никакого специального учения об атомах. Никакой специальной атомной гипотезы строения материи, мира и так далее. Фраза или в виде мысли Платона следующая, очень странная. Он говорит так, что если несколько перефразировать его мысль, воспроизводя буквальными цитатами с кусками, он говорит так, что порядок в нашей сознательной жизни и вообще в том, что акты мышления могут осуществляться и затем повторяться, предполагает, что существует некоторые конечные по числу некоторые конечные по числу подчеркиваю, конечные по числу совокупность душ, единиц душ. Ибо без этого если бы, то есть если бы каждый раз заново рождалась бы новая душа с каждым родившимся человеком, который родившись вступает в какой-то процесс или поток мышления, если бы с каждым рождением рождалась бы новая душа, то был бы сплошной хаос и бисторяда. Последние куски уже буквально цитаты и число этих душ говорит и душ единиц постоянно и конечно эти числа по числу ну допустим ну как допустим несколько тысяч сейчас да дальше продолжим мысль Платона который так звучит чтобы привести какое-то конкретное число и конкретные метафоры и сравнения правда это метафоры и сравнения не упростят дело делают еще больше запутанное но хотя бы какой-то словесный материал у нас будет Платон продолжает так же как число отчагов в полисе должно быть постоянным имею ввиду под полисом хорошо управляемый полис воспроизводящийся в котором были законы и продолжают быть законы гармоничный полис условно так вот чтобы было так количество число отчагов должно быть постоянно задано число отчагов число отчагов не размножалось не размножалось очень такая своеобразная фактически такая атомистическая гипотеза в данном случае относящаяся к сознанию и к немышлению очень странно все размышления на эту тему которые тему конечно не исчерпают размышления на эту тему помогут нам потом понять некоторые отвлеченные понятия аристотельской философии которые внешне по видимости являются полным отрицанием мистической гипотезы полемника пифагорейско-платоновской традиции и так далее но тем не менее есть некоторые вещи которые как нитки изнутри пронизывали на скоте поперек греческое мышление и связывали совершенно различных авторов некоторые вот единые почти что одним шагом выполняемые размышления оба одних и тех же проблемах хотя этот один шаг и занял несколько столетий ну чтобы потянуть эту нить условно названную проблемой дискретности коротко напомню вам что вот мы говорили в прошлый раз или позапрошлый раз об некотором интервале который скрыт совмещенностью совмещенностью несомненной достоверности сознания самому себе и объекта предмета в мире предмет и мир то есть предмет и достоверность себе сознания совмещены как-то неразрывным образом и порождают в нашем видении мира некоторую иллюзию которую я назвал иллюзией самопроизвольности переносимой на предмет так же как мы просыпаемся переходим от сна к бодрствованию и сознание ну условно так сознание проснутости абсолютно совмещено с какой-то причиной которая пробужение вызвало так что расколоть этого нельзя так же вот вещи в мире переходят от состояния покоя к состоянию движения то есть проявляют себя дела и проявились такие вещи мы не можем понимать значит мы должны расщепить эту совмещенность в том числе и нашего сознания в данном случае образ сна и бодрствованный есть только образ лимитатора и протянуть нечто в интервал внутри которого начинается отвлеченное мышление выявляющее мир как он есть независимо от наложенной на него антропологической или антропоцентрической размерности вот иллюзия пробуждения иллюзия самопроизвольного перехода внутри который мы фактически обрушевляем предметы мира о которых мы рассуждаем она есть именно антропоцентрическая проекция или антропоцентрической антропологической наложения на мир я вам частично говорил что теория элементов была одним из первых шагов в сторону снятия вот этого наложения где понятие элементов в отличие от понятия вещи вводилось вот понятие фиксирующее то что мы видим если снимаем человеческую проекцию в том числе в себе как я говорил вам мы на себя тоже проекцируем человеческую проекцию как это не парадоксально и не можем увидеть себя как мы есть здесь тоже как мы есть отлично от того как мы видим так же как мир как он есть отлично от того как мы его видим до тех пор пока они начали выявлять то как он есть на самом деле не связаны с случайностью человеческой проекции на него потому что проекция может быть червя марсианина не случайно в одной из основной мысли атомизма в демокритовском его варианте является идея множества миров но множество миров не в смысле более поздним такое это множество миров получило например у Бруно у Джордана Бруно и в последующей философии нового времени видим под множеством миров является понимается наличие за данным миром еще другого мира в протяжении во внешнем протяжении за вторым миром еще какого-то другого мира таких миров бесконечное число он не один например не только наша земля вращающаяся вокруг солнца если мы даже поняли что она вокруг солнца вращается а не солнце вокруг земли вращается но этот мир наш дерзкая великая якобы мысль была в том чтобы увидеть допустить за этим миром существование еще одного и третьего четвертого пятого десятого и поскольку это не перечислимо поскольку всегда допустил 10 миров нет причины как говорили антидревние почему этого не то или почему более это чем более то почему более 10 чем 11 11 есть а почему более 11 чем чем 10 значит 12 миров и так далее но я воспроизвожу вам сейчас снова взял пример из новой философии философии нового времени снова завершил рассказы об этом примере фразой цитации из античных фраз демократ 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 я вам говорил и название которое мне подсказывало аистономии он говорит следующую он фактически останавливает ангумент фактически если я пойму под бесконечностью мира следующее что их много один за другим то демократ скажет ну почему более это чем то почему 10 более чем 9 11 имею ввиду что это нужно остановить не в этом бесконечно состоит и не об этом нужно думать но это нужно остановить я остановил почему более то чем это и оказывается что есть другая мысль бесконечности уже в этом бесконечность помимо внешних отношений миров в каждой точке может быть множество миров но в этом бесконечном множество но бесконечном не в том смысле что мы рассуждаем о них находящихся во внешних отношениях а в смысле что вот мы видим атом и рядом с ним другой атом допустим рассуждаем об атоме в одном месте фиксируем похоже на него атом в другом месте и так далее но атом как говорит демократия это мысль странная противоречия кожалову всей атомистической гипотези если она понимается как чисто естественно научная гипотеза в атом сам может быть целым миром в нем могут быть соответствующие деревья животные реки только мы их не видим они закрыты как раз самим этим атомом я хочу сказать что идея бесконечности она является идеей условно скажем так качественной бесконечности то есть идеи возможностей принципиально разных миров не бесконечного множества похожих или однородных миров которые растягивались бы во внешних отношениях в пространстве и времени а принципиально других миров а даже не принципиально другие то они могут быть все в одной точке если По одной простой причине, что знать качественно другой мир? Качественно другой мир это мир, который был бы доступен размерности другого существа. Например, между светом и звуком нет принципиальной физической разницы, в том смысле это волны. И можно представить, и физическими законами не исключено, что там, где одно существо, а именно человеческое, видит свет и звук, другое существо видело бы там, где мы видим свет, звук, слышало бы звук, и там, где мы слышим звук, видело бы свет. Это другой мир был бы. И так же, как физика приводит пример, что можно в какую-то жидкость запустить капельку нерастворимой в этой жидкости, в другой жидкости, скажем, капельку в воду, капельку особого нерастворимой краски, чернила. И привести в определенном сосуде все это в движение. И затем запускать другие капельки. И в зависимости от того, насколько быстрое движение, а можно задать такое быстрое движение, что некоторые сцепления этих капелек нерастворимой жидкости становятся для нас неразличимыми. Можно задать такую скорость. И перед нашими глазами будет двигаться один объект, большой объект. В действительности это много капелек, а мы видим один объект. Потому что разрушающая способность нашего зрения такова. Разрушающая способность нашего зрения с его порогами. А другое существо, обладающее другими глазами, видимо бы капельки там, где мы видим один воздействительный себе предмет, перемещающийся в этой жидкости в пространство и временное. Разные миры. Но ведь проблема мышления, как поняли ее греки, состоит в том, чтобы мыслить о мире как он есть. То есть мыслить о нем в таких терминах, прийти о нем к таким истинам, которые были бы одни и те же для всех существ. Вот что означало, прежде всего, желание и страсть снять человеческую размерность, наложенную на мир. Повторяю, что это снятие означало, прежде всего, разрушение иллюзии самопроизвольности. Как одно из первых экранов человеческих, которые стоят между человеком и пониманием им мира. При этом, то, что мы увидим в мире, увидим глазами души, конечно, или повернул глаза души, как говорил Платон. Это увиденное нами в мире тоже видится нами не только рассудочно или чисто ментально, вот я сказал, глазами души, но и как явление. А именно тем вот шестым органом чувств, о котором я вам говорил позапрошлый раз. То есть опять же, снова я замыкаю эти темы. Идея шестого органа чувств или органа чувств дополнительного, имеющегося, в отличие от людей, имеющегося у богов, животных и пёсов. Вот есть идея вот этого, опять, снятия размерности органов чувств при понимании того, что любые органы чувств случайны по отношению к устройству мира. Случайно, если, в силу размерности моего глаза, я вместо множества капелек чернил, перемещающихся в воде, вижу один большой, сохраняющий то же, что самого себя, предмет, перемещающийся в этой жидкости во времени в пространстве. Более того, взгляд другого существа увидел бы и нашим. Но что же в этом предмете есть такое, что не зависит от того, как его увидит то другое существо каким-то органом чувств, животным обладающим, отличным от человеческого существа. Такой мир. Но то, что увидится, повторяю, это явление. У истин мира, такого, какой он есть сам по себе, должны быть и есть носители. Носители. Вот я говорил вам, небо, носитель гармонии. Это чувственный предмет, одновременно распластанный, как понимание. Звезды, как бы, относительно друг друга расположены понимательно. Красота такова, вот если она по канону, красота, следовательно, производит, вот если она есть, то есть есть явление, в нас производятся и воспроизводятся правильные мысли. Или, как скажет Димах, Димах говорит, законорожденные, в отличие от незаконорожденных мыслей. Я по закону сразу оговаривал и предупреждал вас, что законорожденные мысли не есть мысли о законе, а мысли, порождаемые законом. То есть законосообразным предметом, формой, которые, если держаться внутри нее, если держаться внутри неба, то в нас будут законорожденные движения и обороты души. Они, как бы, порождаются небом. Значит, чтобы иметь в себе законорожденные мысли, мы должны иметь вот такие вот предметы, которые в то же время ждут какое-то конкретное явление. Странная фраза существует, я в другом варианте вам говорил ее, а сейчас приведу в этом. Странная фраза существует у нескольких философов. А именно, истина и есть явление. Или явление и есть истина. Очень странная, потому что вы знаете, это справедливо, что коллеги как раз и вводили эти развлечения истинного мира и мира по явлению, вели полемику с тем, как мир представляет нашим органам чувства и так далее. И вдруг они же текстуально говорят, истина и есть явление, или явление и есть истина. Так вот это можно понять только в одном случае. Тогда все становится на место. Под явлением понимается, имеется в виду вот то, о чем я говорю перед этим. Имеется в виду явленность истины через особые и в особых предметах. Идеальный инструмент, производящий только правильные гармонии. Вот предмет пифагорийский, пифагорийский логинар. Небом идеальный предмет. Красота, идеальный предмет в этом смысле. То есть не предмет эстетического наслаждения, как скажет Платон. А как предмет, порождающий законопорожденные мысли и состояния. Так вот здесь вдруг возникла идея такая, которая как раз и проигрывается в этой теме дискретности, которую я начал. Идея такая, что вот это вот, во-первых, напоминаю вам то, что я уже частично говорил по законопорождению. Идея такая основа, она представляет собой не просто порядок, а порядок порядков. Не закон, а закон законов. Ну, в том числе, в случае, скажем, Зенона и потом уже Атомистов, не движение, а движение движения. Во-вторых, этот закон закона, порядок порядков, движение движения представляет собой нечто минимальное. То есть он имеет минимальный шаг в сторону абстрактного и минимальный шаг в сторону конкретного. Ну, вот, небо. Там минимально должно быть явление и минимальное понятие. Вот это, хоть немножко того, но не меньшее. Меньше не может быть. Должно быть от явления, от чувственного, от чувственно воспоминаемого и от понятийного или абстрактного. Ещё дальше пойти нельзя. Не будет этого. Это как бы предел движения мышленного. Вот минимальная связь двух шагов. В сторону чувственного и в сторону абстрактного, понятийного. Меньше этого, как бы, меньше не может быть. Минимальная. Во-вторых, неделимая. Если есть, то есть полностью. А если нет, то совсем нет. Поэтому, кстати, потом демократик скажет вот ту странную фразу, которую я приводил в другой связи, а сейчас приведу в этом, в этой связи. А именно, атом может быть целым миром. То есть целый мир может быть атомом, неделимым. Дальше. Или быть целиком, или совсем не быть. То есть неделимым, если мы его выделили в качестве такового. То есть это как бы предел нашего способности различительного выделения мира. И третье, самое главное, что вот к этому неделимому и минимальному мы, придя к нему во времени, то есть движение мыслей, мы к нему самому уже не применяем временных терминов, не разлагаем его из временных терминов и должны допустить. Устанавливая ее на вот таких вот предметах. В каком смысле слова? Ну, греки очень любили приводить примеры. Я просто раз в связи с теорией идеи Платона говорил вам это. Примеры из ремесла, из области производства всяких таких изделий. Примеры с этими путем. Устанавливая ремонта. Примеры с вервоём ante sogес twentdert.